Кто-то же должен знать всю правду о том, что на самом деле случилось с Алексеем Навальным на борту Рейса из Томска. Мотив, кто, как и где привел замысел в исполнение. Попробуем распутать хотя бы небольшую часть этого клубка и посмотреть, куда нас это приведет. Мария Певчих – начальник отдела расследований. Она много лет работает. Ее знают многие журналисты. Сегодня мы поговорим о Марии Певчих, якобы начальнике отдела расследований в фонде борьбы с коррупцией. Но ее имени нет ни в списке сотрудников, ни среди исполнителей тех проектов фонда, в которых она, с ее слов, принимала участие. На самом деле, буквально месяц назад о ней вообще мало кто слышал. Даже бывший замглавы московского штаба Навального вспомнил ее с трудом. Вспомнил, что я видел ее однажды. Ну, вспомнил, по крайней мере. Видел-то я, скорее всего, ее больше раз. Но точно вспомнил, что я видел в 2016 году на одном из внутренних мероприятий фонда, собственно говоря. Я уже говорил о том, что Навальный к ней относился по-особенному. Это не просто сотрудник какой-то рядовой, несмотря на ее возраст, к которому он относится так, знаешь, к ней он относился с особым пиететом. Знаешь, так уважительно, подчеркнуто уважительно, общался как с равной. Это, в общем-то, не водится вообще в привычках Алексея с кем-то общаться на равных. Потому что в нем всегда преобладает такой мачизм. Вот он, я есть, я спустился с своего вождейского трона, поэтому давайте-ка смейтесь над моими шутками. Давайте проследим за неуловимой Марией в день рокового для Навального рейса и последующие дни. Итак, 20 августа. Оппозиционер летит рейсом из Томска в Москву, а Мария остается в Сибири. Ей надо закончить кое-какие дела. В 8.25 утра пилот запрашивает разрешение на экстренную посадку в Омске. Пять минут спустя ему отвечают, что в аэропорту Омска угроза минирования. В итоге выяснилось, что угроза не подтвердилась, но откуда она взялась? С учетом появления в СМИ информации о том, что заведомо ложное сообщение о заминированных учреждениях города Омска было сделано с целью помешать экстренной посадке рейсового самолета, в числе пассажиров которого находился Навальный, следователями отрабатываются дополнительные версии случившегося. В ходе проверки установлено, что анонимное сообщение было отправлено посредством почтового сервиса, который предоставляет бесплатные услуги временной электронной почты. Серверы данного почтового сервиса расположены на территории Федеративной Республики Германия. После удачного приземления Навальный в срочном порядке госпитализирован. В это время Мария решает вернуться в гостиничный номер, где проживал оппозиционер, и поискать там возможные улики. С собранными вещдоками она вылетает в Омск к Навальному. Два дня спустя она уже на спецборту вместе с Навальным и его женой Юлией направляется в Берлин. И Марию, как дружественное лицо, европейку, проживающую в Лондоне, приветствуют с распростертыми объятиями. Значит, они уверены, что она не работает на ФСБ. Понимаете, дураков-то нет в современном мире. Значит, они уверены, что этот человек для их спецслужб, для их страны не представляет опасности. Навального встречают со всеми почестями и быстро увозят на военной скорой в госпиталь Шарите. Его навещает даже очень высокий гость. Это была частная встреча канцлера с господином Навальным. Это была встреча с человеком, заболевшим в результате нападения с применением вещества нервно-паралитического действия, которому оказывается медицинская помощь в Германии. То есть глава государства наносит визит иностранному гражданину в разгар эпидемии? Тем временем Мария Певчих идеально отыграла роль помощника следователя из детективного романа, захватив с собой самую убедительную улику. Она тайно провезла смертельно опасное отравляющее вещество из гостиничного номера в Сибири через несколько аэропортов. Оно было стратегически расфасовано в разных местах, потому что мы понимали, что несмотря ни на что эти бутылки просто бутылки, ничего значимого. Но есть микроскопический шанс, что они окажутся ценными. Незабери мы их из Томска, они стали бы мусором. Нет никаких сомнений, что сейчас этих бутылок и след бы простыл. Эти недопитые бутылки с водой и стали главными уликами. Ведь на основании их анализа немецкие лаборатории определили наличие новичка, что спровоцировало дипломатический скандал. Идеальная версия, подводящая к выводу о том, что слишком активный оппозиционер был отравлен псами авторитарного режима «Построено». Дело можно закрывать. Или нет. В ходе прохождения Марии Певчих предполетного досмотра в аэропорту Толмачево в Новосибирске в имеющихся при ней чемодане и рюкзаке какие-либо емкости объемом свыше 100 мл, в том числе бутылка с водой, отсутствовали. В то же время после прохождения предполетного досмотра Марии Певчих в автомате по продаже напитков в стерильной зоне аэропорта была приобретена бутылка воды «Святой источник» объемом 500 мл, с которой она прилетела в город Омск. Итак, мы не знаем достоверно, кто эта женщина. А теперь, в свете истории с контрабандой бутылок, ее роль становится еще более загадочной. Но никто не стал задавать вопросы и пытаться найти ответы. Подозрения облекли в форму политического решения. Мы считаем, что отравлению господина Навального нет иного правдоподобного объяснения, кроме как участие и ответственность России. Делая необходимые выводы на основе этих фактов, Франция и Германия ознакомят европейских партнеров с предложениями о дополнительных санкциях. Кто-то уже нашел и мотив, и орудие преступника, и уже даже решил, какое наказание тот должен понести. Возможно ли, чтобы кто-то перевозил вещдоки, содержащие боевое отравляющее вещество новичок, но при этом никто вокруг не отравился и не пострадал? На первый взгляд такое трудно представить. Если вспомнить инцидент, произошедший со Скрипалями в Англии, то помимо них жертвами отравления стали еще два человека, которые контактировали с новичком. Любой, кто посмотрит на нынешнюю ситуацию, сочтет ее неправдоподобной. Если вы перевозите новичок, то по определению подвергаете заражению окружающих и тех, кто с вами контактирует. Но на самом деле, чем дальше, тем больше вопросов. Очевидно, что это не примитивный детектив, а триллер, где до раскрытия тайны еще очень далеко.